у нас этих фотографий море на самом деле и вот и от этой формы лица полно и даже полно у вас самих когда вы ее наблюдали вопрос почему вы это и игнорировали скорее всего потому что вот это удлинение выбрали за основу выбрали короткий нос до делили вот так на 3 и искали какая часть длиннее забывая о том что когда мы оцениваем центр тяжести у нас не только длина играет роль поэтому ракурсы вы же не думайте что я по одной фотографии тестирую да если мы откроем у вас море было море таких фотографий ракурсов миллион было все то же самое понимаете поэтому вот это меня удивило немножко это все здесь есть посмотрите это все здесь присутствует и разница вот это все здесь присутствует хотите любой ракурс берите но берите человека в том весе и в том состоянии да когда еще вот эта нижняя часть не наросла а вот когда он стал утяжеляться и вы даже поймете почему он стал бороду носить посмотрите какая кругленькая мордашка в нижней части у него действительно короткий но более короткий чем драматический нос и вот это скругление она не очень гармонично кто ему посоветовал бороду они молодцы они скомпенсировали и замаскировали вот эту часть которая стала весьма весьма полнеть вот эту часть они ее зрительно убрали и тогда более гармонично лицо выглядеть понимаете и вот это округление мы тоже его можем очень даже это все было у вас в чате девочки это все было в вашем чате все то же самое вам могу нарисовать здесь почему не пользуетесь элементарно да так сказать возможность выделить форму лица разве но это еще не все мы с вами с разных сторон подойдем потому что выйти из этого тупика можно было по-разному по-разному сейчас я вам покажу какие еще варианты могли бы вам помочь а вот здесь смотрите какой парень а вот здесь какая форма ты же моя радость да и вот это все замаскировано иначе будет видно насколько лицо утяжелело а разница огромнейшая и даже посмотрите момент даже сама разница в изменении формы лица должна была вас как-то побеспокоить понимаете но хотя бы этот момент должен был вас насторожить потому что мы прекрасно знаем что если есть натуральные тяжелые челюсти то они есть всегда при самом легком весе а здесь оказывается что были а потом их нет и их нет и весь объем верхней средней части видна разница понимаете о чем я то есть уже даже этот факт должен как-то был насторожить то есть такое ощущение что был натурал хоба нету натурал за что там цепляться за что многих интересует да как как вообще оценивать эту форму лица да хорошая форму лица если бы мы говорили о драматике а мы уже признали его факт наличия то мы бы имели с вами ну вот примерно вот такую форму лица и вот надо пом понять да где на самом деле произошло изменение у нас произошло изменение и достраивание нижней части лица да но не путать с полнотой или у нас изначально уже видно что форма лица у нас имеет да ну и так получила достраивание вот в этой части а вот это округление которое мы ошибочно понимаем это вопрос влияние гамина который форму меняет и кстати полнота такая интересная штука в отношении гаминного типажа у многих даже лицо вообще первым вполне то есть человек еще худой а уже щеки круглые понимаете то есть вот что у нас должно было озадачить и насторожить то есть мы должны были вычесть драматическую форму и посмотреть где у нас приросло куда центр тяжести пошел у драматика очень уравновешены все составляющие да то есть нижняя средняя верхняя смотрите как коварно поступил наш герой у него укоротился нос да то есть от драматика кто-то укоротил моста но вот эта нижняя часть осталась высокой и эта часть осталась высокой да то есть вот эта часть немножко укоротилась хорошо ну а дальше то там надо посмотреть что случилось а у нас вот сюда сюда у нас ушел центр тяжести вот и вот это мы можем найти если мы уберем весь свой восторг от той брутальности которая появляется уже позже да и увидим то изящество которое оставил второй типаж но не натурал то есть мы увидим что остается после вычитания не только драматической структуры да а и драматической формы лица потому что вот этот длинный подбородок нам никто не нужен чтобы у драматика он был он был он прекрасно остается на своем месте а вот это расширение и акценты так сказать и верхняя часть которая вместе высокий лоб да и широкая средняя часть передавайте пример привет типажу который это нам дал изначально еще в структуре самого лица без полноты сейчас мы это еще сотни раз с вами и